Всем привет! Всем привет! Меня зовут Надя, а это Аня, и мы снова здесь рассказываем про Шотландию. Мы решили снять мини-фильм об Эдинбурге, потому что у нас есть множество видео об Эдинбурге, но какой-то целостной картины нам показалось, что нет. Поэтому начинаем с самого начала. Меня зовут Надя, я живу здесь 8 лет. Сама я из России, из города Екатеринбурга. И Эдинбург для меня уже второй дом. Ну, я, как вы понимаете, Аня, здесь живу уже практически 15 лет. Приехала я из далёкой Сибири, из города Томска. Я там училась, а вообще я из Кузбасса, из города Прокопьевска. Приехали мы для того, чтобы учиться, а потом влюбились в этот город и остались здесь жить. И вот живём здесь долго и счастливо, и надеюсь, проживём ещё дольше. Дети идут в школу, мамки идут снимать. Именно так. Вообще, Единбург начался с замка. Хотя нет, подожди. Самые ранние поселения в Эдинбурге были на территории Крамонт. Там нашли свидетельства, которым более 8 тысяч лет. Потом свидетельства бронзового и железного периода нашли на Кассел-Рок, Артур-Сид, Пентлендс-Хиллс. Культура этих поселений имеет схожести с кельтскими культурами железного периода, найденными в Центральной Европе. Когда римляне дошли до этой местности в первом веке нашей эры, они обнаружили кельтское поселение, имя которого они записали как «вотодини». Римляне построили форт на Крамонде, который потом вырос в Эдинбург. Римляне соединили его с Йорком с помощью дороги, известной как Дэр-стрит. В VII веке потомки этого поселения построили укрепление Дин-Эйдин в границах современного Эдинбурга. Историки не знают, где именно, но, скорее всего, на замковой скале. Вообще, Эдинбург стал столицей Шотландии в 1437 году. В Эдинбургском замке было очень много хозяев. Это были и английские короли, и шотландские короли. А самое старое здание города Эдинбурга... Ой, город Эдинбург, самое старое здание в Шотландии. Это капелла Святой Маргариты. На территории замка находится самое старое здание в Эдинбурге. И в Шотландии. И в Шотландии, наверное, в целом. Это... А как она называется? А какая-то там не капельница, какая она? Так, смотри-ка, ну-ка, капелла Святой Маргариты. Так, ну вот, капелла Святой Маргариты. Давай. Ну, блин, ужас какой. Так, давай. Капельная, купальница Святой Маргариты. Капельница. Фиг с ней, со Святой Маргаритой. Давай. Так, ну всё, давай. А с левой стороны замка в новом городе когда-то было озеро, которое называлось Лох-Нор. И туда сливали все отходы из старого города. Это было очень вонючее место. И там же топили ведьмы. Это была, в общем, такая клака. Стоять. Где оно было? Оно было прямо внизу. Ну, сейчас его облагородили, когда стали строить новый город. Там всё очистили, озеро осушили и сделали там красивые принцесс-гарденс. Теперь там красивый парк. Но вот если посмотреть на город, вот замок Королевская Миля будет слева от нас. И это старый город. А новый город, он уже вот за озером. В Фландии, видите, волынщик курит в подворотне. Когда-то в таких вот двориках пасся скот. И прямо сюда выливались все помои. То есть это было такое место, где паслись животные домашние. Здесь было грязно. А сейчас... Да, и получается, каждая улица, у неё есть ответвление именно с таким двориком. Продолжение следует... В этом музее писателей находятся личные вещи писателей, самых известных шотландцев. Он вообще посвящён писателям. Музей писателей. Это люди, которые писали. А писать... Да, писать словами это сложно. Ха-ха-ха-ха. С колонн! Грина! Давайте немного прервемся О городе мы сейчас расскажем Но у нас есть важное объявление Вообще есть такое мнение Что если блогер, то обязательно это много денег Это слава и все на свете Но на самом деле это не так Если вам хочется поддержать наш канал То вы можете сделать донат Или например купить у нас Один из подарков на нашем сайте Мы открыли сайт Мы сделали магазин Где мы самостоятельно выбрали Самые классные шотландские Маленькие бренды Все продукты, которые есть на сайте Они сделаны в Шотландии Поэтому это, мне кажется, наше маленькое достижение Которое мы очень гордимся Поэтому даже если вам ничего не надо То зайдите и посмотрите, какие мы молодцы Он так и называется Livinginscotland.uk Очень легко найти раздел Скоттежбокс Там вся информация о том, что именно можно купить А вообще, если честно Все эти товары подобраны с душой Мы выбрали самое лучшее И в общем-то отвечаем на то, что мы им даем Это считается реклама алкоголя Думаю, что нет Мы не пьем виски И даже мы пробовали это сделать на Бёрнс Найт Но нам не понравилось Ну не повезло Жить в Шотландии и не любить виски Это вообще как? Да, но мы компенсируем любовью к Волынке и к Тартаме А, у меня Аня Бесену лапки Сложно представить, что Волынка была создана для устрашения своих противников Потому что, мне кажется, очень бодрящий инструмент Когда слышишь, хочется танцевать Поэтому, ну, может, мы такие бесстрашные Бесстрашные женщины Бесстрашные женщины И вот мы уже в Портабелло Это городской пляж, который прекрасен и зимой, и летом Нравится тебе Портабелло? Обожаю Портабелло И вообще обожаю находиться рядом с морем Мне кажется, мало людей, кто это не ценит Мне кажется, что море на всех производит терапевтический эффект Когда слышишь море, и действительно как-то становится спокойнее и радостнее Поэтому жить в море – это счастье Думаешь, сколько стоит? Вот у тебя вот такая вилла Я ставлю тысяч восемьсот Тысяч восемьсот вот такой Доставай деньги, Надя Пойдем покупать дом Денег на дом у нас сегодня не нашлось Но пойдем кофе выпьем На то, что нашлось Надя, что у тебя? Это книга года этого Разбирайте У меня книга Книга этого года Значит, о том, как герои Ну, актеры из фильма «Черестранка» путешествовали по Шотландии Еще у нас есть такие замечательные брошки И закладки для этих книг Вот такие кельтские Так что это все в наше поробище А вообще заходите к нам на веб-сайт У нас там много вкусного Но Эдинбург – это не только Королевская миля и Портабелло Тут очень много классных районов Например, это Больер Здесь мы год назад встретили потомка Лермонта Его мама живет как раз в этой усадине И Эдинбург – это не только красивый район Я сейчас нахожусь на Лисе Около знаменитого дома Банана Роу Который с ним, ну, участвовал в съемках фильма «Трейнспотинг» Вообще Эдинбург – это город тоже контрастов Разные районы Сейчас покажу По сюжету фильма Один из героев жил в этом доме И часть событий развивается именно в этом доме И он по сюжету наркоман Ну, соответственно, здесь такая немножко удручающая обстановка В Эдинбурге есть неблагополучные районы с высокой концентрацией социального жилья Но все же благополучных районов гораздо больше Деревня Дин, от слова «Дин», что означает «глубокая долина» Раньше была самостоятельной деревней Более 800 лет была зажиточной мельничей деревней Когда-то здесь было не менее 11 работающих мельниц Приводимых в движение сильными течениями воды лейта Первые упоминания о деревне датируются 1145 годом Тогда король Дэвид I передал одной из своих мельниц Дин аббатству Район оставался отдельной деревней до XIX века А в 1826 году Джон Лермонт, будущий лорд-проректор Эдинбурга Приобрел поместье Дин Для перехода с одной стороны высокой долины на другую требовался мост Он был построен в 1831 году А открыт в 1833 году И вот я нахожусь в Нью-Таун Это красивейшая часть города Здесь многоквартирные дома Но при этом это многоквартирные дома XIX века С огромными потолками Это на тот период было улучшенное жилье Из старого города переезжали в новый Сейчас здесь до сих пор потрясающе Здесь невероятно красивое жилье Квартиры с высокими потолками, с каминами При этом это абсолютно центральная локация Можно выйти, тут же пойти в кафе Вся инфраструктура есть Обожаю это место, обожаю эту часть города Когда-нибудь на пенсии, надеюсь, я буду жить здесь Единбург, как и Москва, как и Рим Это город на семи холмах И вообще велосипедисты Единбурга Они очень выносливые люди Потому что тут постоянно ты либо с горы, либо в гору И в связи с этим архитектура тоже имеет свои особенности Например, некоторые здания Вот мы видим здание Банка Шотландии Оно с одной стороны имеет большее количество этажей А с другой меньшее Здание-визитная карточка – это Балморал-отель Потому что по Балморалу, мне кажется, многие узнают Эдинбург Балморал изначально был построен как отель И он принадлежал железнодорожной станции Потому что он находится очень близко к железнодорожной станции И знаменит он еще своими часами Которые спешат на три минуты вперед, на две минуты вперед Для того, чтобы люди опаздывающие все же успели на свои поезда А вот здесь, прямо рядом с Балморалом Находится монумент Пальтеру Скотту Это один из самых высоких памятников писателю в мире Самый большой, по-моему, где-то... Я не помню, где он находится Но это второй по величине Очень много ступенек, туда можно подняться И на самом монументе очень много изображений Из книг, взятых именно из произведения Вальтера Скотта Сейчас мы на железнодорожную станцию И железнодорожная станция тоже знаменита Мы поехали в фонд Пока! Знаменита тем, что это единственная в мире станция Которая названа в честь произведения В честь произведения, да Веверли, как вы знаете, это произведение Вальтера Скотта За что ты любишь Эдинбург? За что я пью, я пью за Эдинбург Люблю Эдинбург за все За архитектуру, за то, что 2 минуты, 10 минуты ты на холме 10 минуты ты видишь самые крутые архитектурные ансамбли За то, что люди тут очень доброжелательные Единбург вообще прекрасен Я, если честно, не знаю, за что его можно не любить Ты полюбила его с первого взгляда? Да, да Мне кажется, вообще, Эдинбург один из тех городов, которые очень легко любить Он настолько очевидно красив, что ты приезжаешь и влюбляешься Я хотела сказать, что обычно Шотландия рассматривается как аппендикс к Англии Вроде бы люди приезжают в Англию И потом думают, ну ладно, у нас есть 2 денька И мы поедем в Шотландию Вот так делать не надо Приедьте в Шотландию, вот именно в Шотландию И посвятите ей, ну, дни 10 хотя бы Чтобы поездить, чтобы посмотреть Эдинбург И вы влюбитесь, вы оставите здесь свое сердце Наш оператор Нет, наш директор Сладчиво! И отправляемся Отправляемся в Шотландию Вообще, в Эдинбург можно приехать и на поезде, и прилететь на самолете И на наш сайт взгляд, сугубо индивидуально, так сказать, объективный Ехать на поезде гораздо удобнее с Лондоном, нежели чем лететь на самолете Надя, чем еще знаменит Балморал? Во-первых, тем, что это очень старая гостиница Во-вторых, здесь Джоан Роулинг написала свою последнюю главу книги о Гарри Поттере Здесь в одном из номеров она сделала об этом прямо запись на стене Похулиганила немножко И теперь можно этот номер снять, пожить несколько дней в таком месте Но здесь очень дорого Сразу вам говорю, что это не для каждого удовольствия Стоит такой номер около тысячи фунтов Не ошибаюсь, за ночь Балморал сейчас закрыт Но мы лишь видим Ничего мы не видим Себя видим в отражениях окон Я думаю, что Да, наше с Надей Желание и задача попасть сюда И посмотреть Да, номер Джоан Роулинг Редактор субтитров А.Семкин Спасибо вам за внимание Рады, что вы с нами прогулялись Надеюсь, что вам понравилось Пишите комментарии И, как всегда, если у вас есть вопросы Тоже пишите Мы теперь будем выходить в стрим Спасибо вам за прогулку Надеюсь, что вам понравилось Пишите комментарии Ставьте лайки Все как обычно Заходите в наш магазин Шотландских товаров Покупайте А вообще, увидимся скоро с вами снова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!